Здравствуйте, дорогие сельхозпроизводители! Вы включили канал Агробук и сегодня мы поговорим о такой животрепещущей теме, как временное занятие земель сельхозназначения сторонними лицами. И эту тему мы будем обсуждать с Рустамом Равилевичем Фахрутдиновым, директором компании Аудит Угодий. Здравствуйте, Рустам Равилевич! Здравствуйте! Рустам Равилевич, со временным занятием сельхозземель так или иначе сталкивались многие аграрии. Но все-таки, чтобы нашим слушателям было понятно, давайте объясним, о каких ситуациях идет речь, кому и при каких обстоятельствах могут потребоваться земли сельхозназначения. К собственнику или арендатору земель сельхозназначения могут обратиться либо собственники смежных земель, либо собственники инженерных сетей в виде электрокомпаний, компаний связи, компаний газоснабжения, компаний, выполняющих транспортировку нефти для осуществления своей деятельности. Ситуации, по которым они могут обратиться, разные, но я перечислю самые распространенные. Первое – это обеспечение доступа к своей части земли через земли сельхозназначения. Второй случай – это когда земли сельхозназначения располагаются в зоне с особыми условиями использования территории. То есть это через земли проходят нефтепроводы, газопроводы, линии ЛЭП. И собственники этих сетей для осуществления своей хозяйственной деятельности вынуждены получать доступ для эксплуатации, выполнения ремонта и других необходимых операций. Третий случай я бы выделил – это когда происходит строительство в рамках федерального, регионального уровня. И необходимо получить доступ к землям для размещения временных складов, сооружений или получения временного доступа. Четвертый случай – это случаи проведения инженерных изысканий, работ по строительству, реконструкции инженерных сетей, о которых я уже сказал выше. Ну и последняя группа я выделил – это проведение геологических изысканий в виде геофизических работ. Это там, где и располагается месторождение нефти, газов. Пожалуй, это основные группы. В плане сервитута, когда речь идет о двух соседях сельхозпроизводителях, ситуация обычно попроще. Если на соседних сельхозпроизводителях землях пытаются построить дорогу или другой промышленный объект, то возникают конфликты. Это известно нам из практики, из общения с сельхозпроизводителями. Скажите, вот с какими сложностями чаще всего сталкиваются аграрии? Вы как человек, который помогает эти сложности решать? Сперва я опишу эти случаи, потом мы уже поговорим, в какой части мне доводилось принимать решение, разрешение таких случаев. Сервитут может устанавливаться не только для тех случаев, где нужен доступ, скажем, собственника земли. Те компании, которые имеют коммуникации, проходящие через земли сельхозпроизводительных значений, или так называемые зоны с особыми условиями территории, они по закону имеют право получить сервитут, право доступа к этим землям. Собственники этих сетей понимают, что возникнет наверняка сложность в согласовании договоров и сразу же обращаются к собственникам сельхоземель с предложением по установлению сервитута. То есть собственники сетей обращаются к собственникам земель сельхозназначения с проектом соглашения и с этого момента сразу же вступает в силу определенная процедура. То есть произошло официальное обращение и в течение 30 дней собственник сельхоземель должен дать либо согласиться с этими условиями, либо аргументировать, почему он с этим не согласен. Если это не происходит в течение 30 дней, то следующим шагом происходит обращение в суд. Это я наблюдал уже неоднократно и, конечно, когда это происходит, это уже не очень удобная и сильная позиция у собственника сельхоземель. Этот случай очень важно предупредить и своевременно ответить на обращение и указать, почему это обращение по установлению или оферта по сервитуту не устраивает сторону. Почему все-таки возникают конфликты? Промышленные предприятия, которые хотят воспользоваться землями сельхозназначения, заведомо неприемлемые условия предлагают аграриям? Ну, вы знаете, это вопрос, я бы так поставил. Каждая сторона тянет одеяло на себя. И по моему опыту промышленные компании зачастую нарушают баланс интересов. То есть предлагают, допустим, стоимость платы по сервитуту заведомо ниже той рентабельности, которую обеспечивает земля при введении сельхозпроизводства. Это один случай. Второй такой момент. Не точно и не конкретно прописаны обязательства по восстановлению плодородия. Бывает, что они просто размыты и предлагается просто прямое занятие и земель без каких-либо дальнейших обязательств. Это второй риск. Другой риск может быть заключаться в том, что оформление договора затягивается. Арендатор обращается с тем, что ему крайне необходимо выполнить работу, поскольку сроки горят. Стороны как бы устно все обсудили, договорились. Произошло даже обмен письменными вариантами. Но на этапе согласования со стороны арендатора происходит очень серьезная задержка с этим фактом. И я видел, что компанию уже фактически заняли земли, арендаторы. А договора как такового нет. Соответственно, нет и оплаты. И получается, что собственник сельхоземель задает вопрос, как же так. Мы договорились о соблюдении условий, но в ответ ничего внятного сказать не могут, поскольку, как правило, это громоздкие компании, это могут быть груз-монополии, которые не реагируют так быстро или оперативно. У них есть свои процедуры. Рассмотрение этих вопросов растягивается на месте, что, конечно, опять же, является нарушением условий занятий. Ну и как результат, собственник сельхоземель несет убытки. Можете ли рассказать о тех случаях, когда вы помогали хозяйствам решить проблемы с арендаторами земель? Мы уже с вами предварительно общались. Интересно, что у нас на юге России, как правило, конфликты возникают с теми, кто строит дороги или ремонтирует железнодорожное полотно. А у вас еще и нефтяники участвуют очень сильно, так сказать, в изъятии временным земель из оборота. Ну, каждый регион имеет свою специфику. То, что я сказал в отношении наличия промышленных предприятий, занимающихся нефтедобычей, транспортировкой нефти или газа, это присуще, скажем, не только Самарской области, но и всему Павловию в целом. Но, как я знаю, магистральные нефтепроводы, они простираются через другие регионы. Это направление запада, направление ваших южных мест, ну, до Новороссийска в частности. Поэтому наличие нефтепроводов, оно имеет место в гораздо больших регионах. Что касается компаний, занимающихся строительством автодорог или линии ЛЭП, да, и у нас тоже это имеет место, но в моем, в общем объеме моих, скажем, работ, с чем мне доводилось заниматься, они занимают небольшую часть. Но, в общем, здесь является одно. Происходит занятие земель сельхозназначения и заботы у собственных сельхозземель, они одинаковые. Это добиться обоснованных и хороших условий по оплате, добиться выполнения обязательств в плане возврата земель, выполнения рекультивации, который входит как раз в состав этого процесса. Рустам Равильевич, скажите, пожалуйста, можете ли вы рассказать о некоторых случаях, когда вам удалось помочь сельхозпроизводителям? Кто хотел арендовать землю? Какие были сложности в оформлении договоров? И чего в результате удалось добиться? Вы знаете, мой путь в этом направлении был связан с оказанием другого вида деятельности. Он был связан с выполнением инвентаризации земель сельхозназначения. Задача специфична, характерна для регионов Повожи, где большое количество земель, находящихся на местах добычи нефти и газа. Большое количество промышленных объектов, они размещены по соседству с землями сельхозназначения. И характерно при этом было большое количество этих объектов. И при проведении инвентаризации, которую мы выполняли с помощью аэросъемки, мы как раз определяли нарушение правил землепользования. Это были случаи занятий земель, несанкционированного занятия земель наземными объектами, в том числе линиями ЛЭП, проездами, трубопроводами. В том числе мы выявляли и нарушение почв. Так появились первые договоры по договору аренды. Договоры аренды по этим выявленным объектам, а также договоры по возмещению ущерба плодородному слою. За 4 года, сколько я этим занимаюсь, было выявлено порядка 400 гектар нарушений. Было проинспектировано 10 тысяч гектар. И по результатам этой работы выявлено порядка 400 гектар. То есть 4%, да? Получается 4%, но нужно здесь понимать, что мы работу производили именно там, где была большая плотность таких наземных объектов промышленных. И мои клиенты, с кем я работаю уже по несколько лет, они предложили вести, оказывать также техническое правовое сопровождение по договорным вопросам. То есть поскольку через эти земли постоянно требуется проведение каких-то ремонтных работ, аварийных работ, обращение следует постоянно, системно. И вот тогда стал появляться этот опыт. И на данный момент я могу сказать, что за плечами уже 3 года подобной работы среди моих клиентов, среди наших клиентов, порядка 10 компаний, которым я оказывал услуги на основании доверенностей. и порядка 10-15 компаний, которым я оказывал услуги регулярно, то есть обращения разовые, повторные, по тем или иным вопросам. Вот в ходе инвентаризации, которую мы выполняли в хозяйстве, называем «Б», была проведена инвентаризация 1500 гектар. То есть проведена была расъемка, выявлены все нарушения. И, по сути, мы определили порядка 30 гектар, занятых, либо занятых наземными объектами, либо использованных в виде проездов, что в общей итоге означает выбытие этой площади из оборота. Но также мы выявили и такой фактор, как наличие этих объектов, они и затрудняют доступ к смертным участкам, то есть они, по сути, отсекают поле от его части. И помимо вот этих 30 гектар, мы определили, что около 60 гектар были выведены из оборота в силу наличия вот этих наземных объектов. Была проведена очень большая работа. Порядка 30 гектар, которых я сказал, они были поставлены на... по ним были заключены договорные отношения, что привело к дополнительному доходу. Но также это дало возможность ввести земли в оборот порядка 100 гектар. То есть вот она арифметика, вот он экономический эффект. То есть с одной стороны хозяйство получило доход в виде арендных платежей, и с другой стороны были введены земли в оборот, а это возможность их возделывания. Рустам Рамильевич, с какими сложностями чаще всего сельхозпроизводители сталкиваются, когда компании обращаются к ним за временной арендой земель? Я бы определил такие моменты. Недостаточное знание специфики подобных договорных отношений со стороны собственника или арендатора сельхозземелья. Привлечение юриста или наличие юриста в организации не означает гарантированный учет ваших интересов, интересов собственника. Второй момент – это недостаток людских ресурсов и компетенций, времени для регулярного и своевременного контроля за деятельностью арендатора. То есть уже произошло занятие, а как проверить, что там происходит, не всегда на это есть время, потому что хозяйство занято своими прямыми задачами сельхозпроизводства. Второе – отсутствие своевременной претензионной работы при выявлении случаев нарушений условий договора. То есть произошло нарушение, это нужно своевременно задокументировать, вызвать представителя и составить претензионное письмо. Здесь, наверное, нужно было бы сказать еще о восстановлении плодородия почвы, ведь это тоже проблема. Обычно сельхозпроизводители стараются сохранять плодородие, заботиться о своей земле, но если вдруг пришла организация, разрыла канаву, положила трубу, то дальше что делать с этой землей? Тоже вопрос. Ну, на самом деле, те организации, которые заходят на землю, они, как правило, понимают свою ответственность по выполнению рекультивации. Здесь могут быть два случая. Арендатор предлагает собственнику выполнение биологической рекультивации своими силами и дают некую компенсацию. И эта стоимость может устроить собственника земли, а может не устроить. Здесь такие варианты. Если они договариваются, то собственник сам выполняет рекультивацию. В другой случае, когда арендатор сам берется выполнить рекультивацию, и здесь могут быть такие риски, что не соблюдена технология рекультивации, не выполнена качественно-техническая рекультивация, то есть и как результат имеет место неровная поверхность с буграми, с провалами. И может быть и ситуация, когда работы вообще не выполнялись. Такие ситуации тоже имеют место. и просто в принципе работы по рекультивации не происходит. А как собственники сельхозугодий могут избежать подобных конфликтов с арендаторами? Очень важно с самого начала правильно выстроить свои отношения. Если поступило обращение по занятию или там предупреждение о возможном занятии, на эти письма нужно отвечать. Если даются какие-то предоставляется сразу и проект соглашения, нужно внимательно его изучить и дать замечание, что вас устраивает, что не устраивает. Если не устраивает, почему? По факту начала самих работ правильно организовать передачу земель. если необходимо произвести проверку выполнения земляных работ третье это уже после скажем так на этапе возврата земель отследить, как выполнена техническая рекультивация. У нее есть свои определенные требования. Ну и биологическая рекультивация свериться с тем, что указано в проекте рекультивации и проверить состав проектных работ. Аудит угодий. Какую помощь оказывает сельхозпроизводителям, когда они в этой ситуации оказываются? Мы можем оказать различную помощь. Это могут быть консультации, могут быть устные консультации. У нас люди начали узнавать хозяйство, звонят, спрашивают, как поступить в той или иной случай. мы можем просто рассказать скажем по телефону некий шаблон действий. Если обращается за устной консультацией. Но я в таких случаях оцениваю, если там имеет место наличие письменного обращения, то необходимо вникнуть в содержание этих обращений и на этом этапе помогаем подготовить письменный ответ. То есть изучив документы, уже готовы письменный ответ с учетом представленных документов. Но бывает следующий момент, когда уже речь идет о конкретном обращении с намерением занять землю. Здесь может быть как разовый какой-то ответ, о котором я сказал, но может быть и полное техническое правовое сопровождение конкретного договора. Хочу сказать, что работая уже продолжительный период в этом направлении, мы используем уже свою практику, которую мы наработали в этом направлении. И зачастую наша работа приводит к повышению арендных ставок, к улучшению работ по восстановлению плодородия. мы непосредственно анализируем проекты рекультивации и в конечном итоге это дает и экономический эффект. Какую получили выгоду хозяйства, которые к вам обратились? Если начать с первой услуги, когда мы выявляем нарушение права землепользования, то здесь имеет однозначный экономический эффект. поступление от договорных арендных платежей, возмещение за нарушенные почвы, восстановление плодородия. В целом это приносит как финансовые поступления, так и дисциплинирует соседей, которые до сих пор осуществляли вот такую деятельность, приносящую такие убытки. Что касается договорных отношений по временному занятию и нашим услугам, то я бы сказал следующее. Наша задача не допустить в первую очередь ухудшения экономических условий. Как правило, мы добиваемся того, что эти условия находятся в рамках рынка. То есть как минимум не приносят убытков, прямых убытков или упущенные выгоды. Это первое. Вторая задача это недопущение падения плодородия. То есть мы смотрим каким образом можно поднять, улучшить проект рекультивации или же улучшить технологию этого проекта рекультивации. Либо повысить стоимость этих работ. это важно для тех случаев, когда сельхозпредприятие захочет само выполнять и оно заинтересовано в таком виде финансовой компенсации. И в целом, если смотреть на экономический эффект, то даже в таких условиях, когда имеются прямые обращения по договорам аренды, у нас имеется значительный опыт по увеличению стоимости и платежей, и возмещений. В этих случаях ни один, ни два, ни десятки. Работу мы строим таким образом и объясняем нашим клиентам, что важно не потерять. Заработать на этом случае не всегда удается, тем более, когда мы имеем дело с монополистами, которые представляют очень мощные организации, с мощными ресурсами, административными, правовыми, с армией юристов или землеустроителей, которых сложно подвинуть к какой-то сложившейся практике. Поэтому, когда мы оказываем услуги, мы целью ставим именно использование лучшей практики во благо нашего клиента. Рустам Равилич, честно говоря, пока мы с вами общались, у меня создалось такое впечатление, что аудит Угоди это в какой-то степени уникальная компания, потому что вы помогаете сельхозпроизводителям решать вопросы на стыке разных тем. Это и агрономия, и кадастр, и юридические вопросы. Все это вместе. Вообще таких, как вы, людей, сколько в России? Можете сказать? Вы знаете, спасибо за высокую оценку, но я бы, наверное, согласился с тем, что это достаточно уникальный набор и услуг, и компетенций. Он дался очень значительной значительной работой как с запросами рынка, так и с пониманием, как это решать. Вот, и найти, при этом найти экономическую, скажем, мотив, чтобы это было востребовано сельхозпредприятием. А это, поверьте, очень сложно. Мои клиенты, наши клиенты, сельхозпредприятия, люди консервативные в большей степени, они очень взвешенно и взвешенно относятся к обращениям людей со стороны, и они хотят понимать, к кому они обращаются в таких деликатных и очень важных вопросах, поскольку цена ответственности крайне высокая. Я думаю, что ваши услуги точно будут востребованы, потому что, вернусь к тому, с чего мы начинали, этот вопрос крайне актуален для всех, у кого есть земли сельхозназначения. Рустам Равильевич, спасибо вам большое за это интервью и до встречи. Спасибо. Буду рад быть полезным для наших слушателей. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова